Герои Майдана Я предприниматель, занимаюсь производством мебели. Всю жизнь борюсь за свободу. Так меня учили мои родители, и это я стараюсь привить моим детям. Приехали мы сюда бороться за свои права, за свою независимость, бороться за свое будущее нашей державы и нашей молодежи, за весь украинский народ. Пока власти не начали применять силу против митингующих, киевляне приходили на Майдан каждый день после работы. А когда милицейский спецназ начал использовать против мирного населения не только дубинки, но и светошумовые гранаты с огнестрельным оружием, горожане взяли на себя миссию обеспечения продуктами и медикаментами. Сейчас их на складе избыток. Люди очень много приносят. Видите, сколько здесь всего. Люди читают, что нужно и несут. С фейсбук из горячей линии. Звонят, просто приходят и спрашивают. Еще одна миссия, которую взяли на себя киевляне – спасать раненых протестующих от милиции. Людей с повреждениями от резиновых пуль, взрывов гранат, а затем и с огнестрельными ранениями милиция арестовала прямо в больничных палатах. Менеджер Александр не остался в стороне. Несмотря на то, что он с семьей живет далеко не в роскошных условиях, а всего лишь в двухкомнатной квартире, он, не задумываясь, взял раненого на попечение. Мы просто приехали и спросили, есть ли нуждающиеся в размещении. В то время, когда милиция активно забирала людей из больницы, чтобы человека и спрятать, и уход обеспечить. Он уже живет у нас определенное время. Я его привез на консультацию к врачу, а потом опять заберу домой. Он выздоравливает. Полевой госпиталь Майдана теперь находится в Михайловском монастыре. Сюда киевляне приносят не только медикаменты, но и теплую одежду и продукты. Здесь можно согреться и поесть. Церковь поддерживает участников протестов все три месяца противостояния. На Майдане проходят ежедневные богослужения. Никогда не было, чтобы во время обострения проблем люди, верующие, оставались без духовной опеки. Это наша святая обязанность быть здесь вместе с ними. Пришло время писать новейшую историю Украины. Жаль, что она начинается с красной страницы цвета крови, невинно убиенных людей. В монастырь штаб протестующих переехал после того, как служивший им просторный дом профсоюзов был сожжен в одну ночь милицейским спецназом. Представители милиции подожгли это здание. Но, во всяком случае, в Брюсселе пытались подать картинку таким образом, что это участники Майдана, мирные участники протеста, сожгли это здание. Чистое вранье. 90 дней люди там находились, считали это здание своим домом. Они члены профсоюза. Они там обогревались, отдыхали, они там кушали, там проводились пресс-конференции. Именно профсоюзы мобилизовали активистов на востоке страны на поддержку Майдана в Киеве. Крупные промышленные предприятия находятся именно в регионах. Профсоюзные организации завоевали там авторитет давно, еще в перестроечные времена, когда бастовали шахтеры. Именно рабочее движение остается одним из главных факторов, не позволяющих команде Виктора Януковича расколоть страну и взять под полный контроль промышленный Юго-Восток. Субтитры создавал DimaTorzok